Народ, всем привет! В этом видео я цепляю декоративные полки, чуть пониже брашки. Ну, кто не знает, что такое брашка, это вот бра, вот это цветение, где-то приблизительно сантиметров 15-20. Полка есть, ее надо будет отпилить в длине, вымереть, где она будет, и сделать так, чтобы вот эти крепежи к стенке были незаметны. Берем вот такие вот уголочки и отпиливаем лишнее. Такое у меня получается. Это будет закрываться толщиной вот этой полки, а вот это ушко снизу на самонарезик, чтобы можно было его прикрепить. Вот так эта полка получается. Здесь гвоздики финишные, чтобы не держать в руках. Была у меня такая палочка вырезана, вот, подпорка. Ну, а с этой стороны, то, что я вам говорил, я еще даже не успел прикрутить на два самонарезика. Вот у меня сделана разметка, ширина 30 сантиметров, как идет вот эта полка, и чуточку отвел эту пластинку в сторону. Вот, перфакон заферлил, прикрутился, вот туда, внутрь. Вот, по идее, ничего сложного нет. Сейчас я ее шлифану. Вот видите, да, вот такие вот волосинки. Аккуратненько, может, чуть-чуть фасочку сниму, посмотрим. Здесь я постарался максимально подогнать, потом, либо раствором, либо, может, герметиком, я не знаю, чем угодно. Можно будет обойти в самом конце, и вот это будет готово. И теперь мне надо сделать таких еще три. Палки готовы. Здесь ничего не заметно, как видите. Я постарался более плотно подогнать. Ну, а здесь не подогнать, так как вот этот рваный камень. Аккуратненько. Вот так вот у нас монорезики я прикрутил с обратной стороны. В следующем видео, что я буду делать. Моя задача установить вентиляционную решетку. Особо ничего сложного нет, если бы это была бы ровная стенка. Но, так как стенка неровная из-за того, что рваный камень, она вот так вот играет. Буду что-то думать вместе с вами. И видео вам показывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!